у трейдеров возникает вопрос ну хорошо вот если я торгую по тренду то каким образом выглядит моя статистика сколько прибыльных сделок сколько убыточных сделок какие вообще потенциальные результаты это просто суммарный отчет и после этого сейчас я покажу детализированный отчет по суммарному отчету ну здесь у нас счет 100000 да и вот здесь самая такая общая картина того что произошло то есть вот закрытые позиции прибыль убыток 45000 561 баланс 145000 то есть сейчас у нас открытых позиций нету то есть плавающий прибыль убыток 0 и equity тоже совпадает с балансом то 145 695 28 то есть сейчас все по нулям маржа 0 свободный маржа полностью весь счет это полностью вот закрытые все сделки эти сделки были закрыты непосредственно вот перед выходом новостей и в общем-то зафиксирован результат дальше вот каким образом эти 45000 ну то есть это получается 45 процентов процентов 100000 да каким образом они зарабатывались зачастую трейдер вот смотрит на результаты думают о ну ладно там 45000 здорово но всегда очень важно посмотреть каким образом эти 45000 были получены если мы получили прибыль 45000 при этом теряли 60000 то это очень плохой результат потому что мы теряли больше да так вот каким образом может выглядеть статистика трендового трейдера опять таки вот те кто только начинают торговать они к этому относится достаточно скептически вот к тем цифрам которые сейчас показываю в частности там просадки количество сделок но трендовый трейдер он всегда знает что это общем-то нормальная динамика вот смотрите что у нас получается в принципе вот gross profit да то есть прибыли был заработан 75 тысяч почти но есть также убыток 30000 поэтому итоговая прибыль у нас 45000 total net profit нам дальше на какие цифры важно обращать внимание вот смотрите абсолютная просадка максимальная просадка относительная просадка то есть в данном случае мы просаживались по счету на 15000 чуть с небольшим да то есть это 15 процентов получается что наши 45 тысяч которые мы заработали они стоили нам 15 процентной просадки в принципе это нормально почему потому что мы уходили в минус на 15 процентов а в итоге заработали 45 процентов то есть мы заработали в три раза больше чем у нас был максимальный риск по нашему счету в конце концов извините 15 тысяч в минус когда идут это тоже нервы это человек сидит и нервничает трейдер переживает волнуется если я переживаю на 15 тысяч убытка то я хочу заработать ну хотя бы в два раза больше чем я переживаю да соответственно здесь получается в три раза больше то есть это нормальная динамика мы рисковали 15 тысяч имеется виду с точки зрения просадки до заработали 45 тысяч получается мы заработали в три раза больше чем рисковали это это хороший это нормальный коэффициент хотя бы один-двум должно быть дальше вот обратите внимание вот на что очень важные цифры всего было совершено 52 сделки вот total trades 52 из которых коротких позиций 16 сделок 37 процентов да то есть получается по распределению длинных позиций 36 сделок и самое главное сейчас обратите внимание вот на какую цифру вот обычно начинающий трейдер на эту цифру смотрят и говорит о ну так плохо вот смотрите профит трейс это количество прибыльных сделок количество прибыльных сделок было всего лишь 17 при общем количестве 52 то есть прибыльных сделок было 32 и 69 процента то есть представьте что получается что в данном в данного торговли за март да я зарабатываю в 32 процентах сделок всего лишь когда новичок смотрит ох ну всего лишь 32 процента сделок ты зарабатываешь а убытки были в 67 процентах сделок да и вот когда вот вы слышите например там вот эти байки о том что ну вот вы должны зарабатывать в 6 сделках из 10 но это очень субъективно да и мне даже было бы в принципе очень за вас тревожно если бы вы зарабатывали в 6 сделках из 10 или в 7 сделках потому что это говорит о том что у вас что-то там с риск-менеджментом как-то не заладилось да потому что трендовый трейдер он бывает это очень часто да что он теряет большую часть времени да то есть вот 67 процентов у меня убыточной сделки если уж 32 процента это прибыльные сделки но дальше обращаем внимание вот куда что средняя да вот эверич профит трейд средняя прибыль прибыльные сделки 4400 ну 4 446 до а средний убыток убыточной сделки вот эверич клострейд 857 то есть получается что мы теряем 850 долларов среднем да а зарабатываем 4000 то есть получается что до убытки есть их достаточно много с точки зрения количества но они очень маленькие с точки зрения качества то есть это маленькие убытки понимаете это к примеру вот стоп-лосс я переставил там цена пошла в мою сторону я стоп-лосс переставил в сторону движения цены да и он допустим сработал этот стоп-лосс и в принципе получается что ну да получилась убыточная сделка но она ни о чем она маленькая и она счет в принципе не не уничтожает в этом плане. Дальше, вот обратите внимание, largest profit trade, наибольшее по прибыли 15 тысяч. То есть это вот и есть как раз те самые трендовые сделки, которые, то есть те позиции, которые покупаются в основании тренда, если хорошо, вот там пошла сделка, и потом пошел тренд, мы получаем большую прибыль. То есть там вот треть этой прибыли была получена на одной из прибыльных сделок. Дальше, обратите внимание, максимальное количество, вот максимум consecutive losses, то есть это максимальное количество убыточных сделок подряд, 14, понимаете, и общий убыток в них составляет почти 7 тысяч. Вот тоже часто спрашивают, а сколько вот мне убыточных сделок, сколько я могу терять там в потенциале, да, 2-3 убыточные сделки. Ну, ребята, может быть и 2 и 3, но вот я вот в статистике зачастую вижу вот здесь 14 там сделок, да, это просто вы их закрываете, да, допустим, убыточные сделки идут, это не значит, что прям совсем плохо вы там потеряли, да, здесь получается мы вам 7 тысяч потеряли, но все равно вот эти череда убыточных сделок, пока мы ищем тренд, это может быть достаточно серьезное количество, а максимальное количество прибыльных сделок 9, да, вот это и статистика. То есть получается, что мы получили некий финансовый результат 45 тысяч, мы, он нам дался ценой в 3 раза меньше, чем эта прибыль, то есть это нормально, терял 15 тысяч, заработал 45, и при этом, как вот не странно, да, большую часть времени по количеству сделок были убытки, но они были маленькие, а в тренде мы зарабатываем много. И вот это типичная вещь для трендовой торговли, что трендовый трейдер знает, что он заработает, когда пойдет тренд, и поэтому 30, 40, там, или даже там 25 процентов прибыльных сделок, такое бывает, и трендовый трейдер абсолютно нормально к этому относится и получает нормальный финансовый результат.